Виктор Викторович 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 Пускай заранее кто-то приедет, или из семьи кто-то приедет, или из его окружения близкого, кто-то заранее приедет, скажет, какое время, где встретишь, чтобы не по телефону. Мы его детям и обеспечим ему безопасность на самом высоком уровне. Он президент, я не имею права, у нас по закону международному это положено, поэтому вы не переживайте за это. Пускай приезжает, сядем где-то, поговорим. Мы вам подарим золотой батон у нас тут есть, остался еще из коллекции, знак дружбы. Спасибо, Виктор. Видели, наверное, как они грабили нашу резиденцию, вот у нас еще остались некоторые вещи. Я видел, я предупредил, кстати, Турчина у меня послушался, они хотели там ее делить, кромсать, я ему сказал, говорю, «Ты, Саша, имей в виду, что я видел этот дом, эту территорию ухоженную, такого, говорю, в Киеве нигде нет, где зайцы пешком ходят. Если вы это все разрушите, грош вам цена. Никому не продавайте, ничего не разрушайте». Кстати, и я его предупреждал, говорю, не очень красиво, когда по чужому дому ходят люди. Ну, им это надо, видимо, для революции, поэтому они там билеты продают и показывают людям, ну, территорию эту, но берегут. Ну, отлично, отлично. Ну, в ближайшее время я встречусь с Порошенко, мы договорились. Просто у меня времени не было там на этой инаугурации долго задерживаться, поэтому я уехал после всех этих мероприятий очень рано и извинился перед ним. А мы должны где-то с ним встретиться, если будут какие-то пожелания со стороны Виктора Федоровича, ну, мы встретимся, обсудим этот вопрос. В общем, вы выбирайте время и предупреждайте меня за сутки. Хорошо. А связь тогда через вашего адъютанта, да? Ну, вот у вас телефон есть? Ага. Есть его телефон. Да-да-да. Это человек, который меня 25 раз в сутки видит. Я понял, да-да. Поэтому в любое время ему позвоните, он мне доложит. Угу. Я понял, хорошо, я тогда пообщаюсь с отцом тогда. Вот, просто они здесь еще отрабатывают еще один вариант про Новороссию, вот, что думают объединить вот эти Луганскую и Донецкую область, якобы вот в некую Новороссию и, возможно, отца пригласить в качестве одного из руководителей. Вот уж как вариант прорабатывать. Ну, это мы обсудим, не по телефону. Хорошо. Да, я все понял тогда. Все, будем держать с вами связь, обязательно с ним поговорю, и тогда, если что... И передайте ему привет от меня. Хорошо, обязательно. И забудьте, чтобы он меньше смотрел телевизор и читал газеты. Да он и российское сейчас ТВ в основном смотрит. Ну, я имею в виду и российское тоже. Хорошо, обязательно. Все, спасибо большое вам. Всего доброго, Виктор Ильич. До свидания. Привет, Виктор Федорович. Хорошо, обязательно. До свидания. До свидания.